Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня кратенько свежие новости с магазина и из игры. С чего начнем? Начнем с трансляции. Трансляция состоится 26 числа, но по факту, ребят, не 26, а для тех, кто по европейскому времени живет, то трансляция состоится 27 ноября в 4 часа утра, то есть, грубо говоря, в 4 часа ночи по центральноевропейскому времени. Для тех, кто не знает, что такое центральноевропейское время и, соответственно, пытается понять, когда в вашем регионе будет происходить трансляция, то для тех ребят, которые, допустим, с Украины, это 5 часов утра, то есть в 5 часов утра 27 ноября, уже завтра, будет первая трансляция с чемпионатов, ну и, соответственно, на этой трансляции вы можете получить один ключик для того, чтобы открыть запертый контейнер. 27 числа, но по факту, для тех, ребят, кто с Украины, 28 ноября в 5 часов утра будет следующая трансляция, на которой будут давать ключики уже за каждые 20 минут просмотра. Вот эта информация немножечко ниже. Итак, ребят, внимательно смотрите сюда. Для тех, кто с Украины, ребят, просто добавляйте 1 час времени, к тому времени, которое указано здесь. Ну и будет вам счастье. Если вы с другого региона, соответственно, ну либо посмотрите просто в интернете, да, разница во времени между центральным и европейским временем и, соответственно, регионом, в котором вы проживаете, то есть часовой пояс, к которому вы привязаны. Всем удачного просмотра и, соответственно, получения ключиков, ну а главное фарта в их открытии. Что касается новостей по магазину. Первая новость, которую хотел бы озвучить, для тех ребят, у которых очень мало места в ангаре для техники исследуемой. Так вот, ребят, сейчас выложили на продажу слоты в ангаре за серебрушку. Вот они здесь. Я на данном аккаунте уже закупился. И сейчас, к сожалению, не могу показать, что за серебро действительно можно приобрести место в ангаре. Но, поверьте, можно это сделать за 250 тысяч серебряндей. В целом, ребят, предложение довольно-таки неплохое, потому что 250 тысяч серебра это гораздо лучше, чем 250 золота тратить на место в ангаре. Лучше эти места поменять на танчик какой-нибудь премиумный. То есть 750 голды можете сэкономить и купить себе 3 слота в ангаре. Именно столько вы можете приобрести за серебро. Короче говоря, ребят, кому надо место в ангаре под исследуемой машиной, пожалуйста, бегите в магазин, пока предложение в силе. В силе оно будет, насколько я понимаю, в течение буквально, ну, двух дней. Поэтому не пропустите это. И да, кстати, ребят, для тех, кто хочет побросаться фекалиями, что я, мол, просто цитирую то, что в магазине происходит видео, записывается для тех ребят, которые посмотрят мое видео раньше, чем зайдут по каким-либо причинам в игру, позже. И, соответственно, пропустят что-либо. А так, возможно, кто-то будет выискивать возможность выйти в игру пораньше и, соответственно, успеть приобрести то, что они хотят. Что хочется сказать еще по поводу того, что есть в магазине. Кто не обратил внимания, новость уже явно не свежая, но, возможно, кто-то просто не смотрел и не понял, что очень выгодно покупать вот эти вот реактивная маскировка контейнеры. Вопрос не в маскировке. Вопрос в том, что за 2000 вот этих вот кристаллов вы можете приобрести себе контейнер, из которого выпадает свободка. И я уже начал на своих аккаунтах опустошение своей копилки в виде тех камуфляжей, которые мне не нужны. У меня их огромное количество накопилось с разного рода ивентов. Они мне в таком количестве абсолютно не есть необходимы. Как это делается? Просто берете себе камуфляжик, на котором, допустим, у вас есть возможность его обменять. Ну вот, допустим, возьмем вот этот камуфляж, есть кнопка обменять. Обмениваете камуфляж. Я все обменивать не буду, один себе все-таки оставлю. Вот мне начислилось 760. За вот этот камуфляжик я себе один тоже обменяю еще там 185. И вот таким вот макаром вы можете обменивать. Есть камуфляжи, которые обмену не подлежат, есть те, которые поменять можно. Короче говоря, ребят, вот таким вот образом обмениваете, получаете свои кристаллы. И, соответственно, с этими кристаллами рассчитываетесь, покупаете контейнер. И после покупки контейнера его себе открываете и получаете себе какую-то компенсацию. Я сейчас ради интереса продам еще тройку-другую камуфляжей. Просто ради того, чтобы показать, как это работает. И что действительно свободка выпадает и выпадает на постоянной основе. И это не может не радовать. Мне, честно говоря, было очень приятно поменять ненужные мне абсолютно камуфляжи на что-нибудь более годное. В моем случае более годными я считаю непосредственно сами сертификаты на свободку. И, соответственно, мне это гораздо выгоднее. Потому что за свободку вы можете себе приобрести, допустим, там какие-нибудь машинки, до которых вам потеть и потеть. Ну, а можете немножко, соответственно, и сэкономить. Итак, возвращаемся к контейнерам, которые продаются у нас за кристаллы. Открываем его. Есть у меня необходимая сумма. И вот, ребят, смотрите, что мы получаем. Мы с вами получаем с ровным, как бы, абсолютно настроением назад камуфляжик один, да, который, опять-таки, можете обменять, если он у вас уже есть. Назад возвращается 500 осколков, что, кстати, тоже очень приятно, очень прикольно. То есть, по сути, вам контейнер обошелся в полторы тысячи, а не в две. И 15 сертификатов на 200. Вот если вы их объедините, кто не знает, вы получите больше. То есть, заходите в свою копилочку, ну и, соответственно, в копилке смотрите, что у вас выпало. Вот на данный момент у меня 38 сертификатов по 200, которые из этих контов можно выбить. Можете их объединить. Я планирую объединять до тех пор, пока еще не увеличится. И здесь вы уже получаете с 10 таких товарищей не 2000, а 2300. Согласитесь, ну, хотя бы чуть-чуть, но выгоднее. Это что касается вот этих контейнеров. Тема прикольная, у кого есть огромное количество камуфляжей, которые вам не нужны. Или если вдруг вам нужны, там, не все из имеющихся у вас, там, каких-нибудь вот этих вот аватарчиков, их тоже можно обменивать и, в принципе, будет вам счастье. Почему бы и нет? Такое количество аватаров, в принципе, не есть необходимым. Так вот, ребят, что касается контейнеров, моя вам рекомендация. Пока эти контейнеры еще есть, я не знаю, сколько они пробудут, меняйте и поднимайте свою копилочку свободки. Это что касается конкретно вот этих вот контейнеров. Итак, самое последнее, то, что хотел сказать, я хотел сказать вам по поводу того, что есть предложение в магазине. К сожалению, я не могу показать, как оно выглядит, потому что у меня, поскольку я играю через Wargaming Game Center, у меня, соответственно, видны здесь только предложения за голду и за серебро. Я сейчас попробую вставить картинку, как предложение выглядит. Ну, а если нет, то, я думаю, вы можете просто сами зайти с портативного устройства и увидеть, что сейчас на продажу выложили, по моим подсчетам, за 12 долларов наборщик из трех танков, а именно, Лёва, Т-26Е4, он же Супер Першинг, и IMX CDC, он же просто ACDC. Три этих машинки восьмого левела вам предлагают за 12 баксов, и по моим подсчетам, 12 долларов, если брать по доллару за одну тысячу голды, то, по сути, за 12 тысяч золота вам предлагают три довольно неплохих машинки. ACDC, безусловно, машинка на очень большого любителя, и я бы сказал, просто идет больше в нагрузку. Вспомним о том, что Лёва продавался последний раз за 5,5 тысяч голды. Чуть-чуть дороже продавали Супер Першинга. Поэтому, по большому счету, покупая за 12 баксов вот этот наборчик, вы получаете за 12 баксов две машины и третью в подарок. Я не знаю, нужны ли они вам, просто озвучиваю, что такое предложение есть, и если Лёва и Супер Першинг, это машинки, которые я мог бы посоветовать вам к приобретению, потому что каждая из них, она действительно чего-то стоит, то AMX ACDC это такая вот, я бы сказал, машинка в виде Дракулы для нищих. То есть, кто не может позволить себе каким-то образом Дракулу заполучить, ACDC играется приблизительно так же. Кто-то скажет, что, ну, немножко по-другому. Да, безусловно, разница определенная есть, но в целом очень-очень похожие между собой автомобили. Поэтому, если вы гоняетесь за самим геймплеем, а не за внешним видом, то ACDC очень даже-таки достойная замена Дракуле. Ну, это мое скромное мнение, если вы со мной не согласны, обязательно пишите об этом в комментариях. А на данный момент, ребят, у меня все. Если вы за честный обзор и подписывайтесь на мой канал, буду радовать вас новыми видео. Всех благ вам, ну и обязательно мира и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok